Дай почитать. Но все же доминирует над всеми этими любовями страсть к России. По мысли Алекса Кристофе Россия не всегда понимала и принимала Достоевского, но для него это был сущий пустяк, ибо он всегда любил Россию самозабвенно, болезненно, преданно и всепоглощающе. По Алексу Кристофе Достоевский много страдал как раз из-за России. Каторга, издевательство, ущемление, гонение. Но Достоевский глубоко любил свою страну и преданно ей служил. Радует, что книга написана максимально объективно и с любовью. Алекс Кристофе действительно создал прекрасную и захватывающую биографию, сочетающую факты и страстную любовь к книгам Достоевского. Действительно, для русского читателя и биография, и пятикнижие Достоевского хорошо знакомы, но заслуга автора в том, что он показывает Достоевского сложной и противоречивой фигурой, величайшим и странным человеком со сложной судьбой. Еще этот человек терзаем пагубными пристрастиями, муками совести и глубокими заблуждениями. Гений Достоевского неоспорим. Всю мудрость, всю страсть, весь жизненный талант он вложил в свои величайшие произведения. Британский писатель Алекс Кристофе написал биографическое исследование, которое является не столько биографией, сколько реконструированными мемуарами Федора Достоевского. Метод автора состоял в том, чтобы соединить реальные факты из жизни писателя с тем, как эти события отражены в его собственных записках документального характера и всего художественного наследия. Британский исследователь бережно аргументировал свои мысли отрывками из писем, записных книжек и художественной прозы Достоевского. Повествование начинается с сцены инсценированной казни писателя 22 декабря 1849 года. Безусловно, автора все же больше интересовали отношения Достоевского с женщинами – Марии Исаевой, Полиной Сусловой и Анной Сниткиной. 16+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!